всем добрый вечер мои любимые хочу включить духовку сегодня мы с вами быстренько сделаем очень вкусный ужин из того что есть в моем случае что-то не готовилась про то что прям именно буду готовить но сейчас думаю что есть то и приготовлю у меня будет куриное филе помидорка лучок сыр соус я возьму вот этот ядрёный это я в патча потому что мне их нужно использовать у них полный холодильник пока использую прозрачный а вот с овощами в духовке все это будет очень быстро это будет очень вкусно со специями пальчики оближ перед тем как мы начинаем готовить мы с вами всегда разогреваем духовку 180 200 градусов на любой режим я пока ставлю готовить я буду на нижнем режиме а вот и мы потихонечку с вами начинаем готовить купила еще перчик возьмем еще с вами перчик а давайте возьмем желтый перчик да давайте желтых я же в 3 раз или зеленый зелененький возьмем так что мы с вами будем делать но это естественно что мы с вами будем делать сейчас возьмем доску для мяса поточим ножичек вот этот нож я бы не покупала за 600 рублей недовольная недовольна знаете хлюпкий я не люблю вот у меня цепторовские ножи я не знаю 20 с ними ничего вообще а сейчас хороший нож найти очень непросто очень так проходит ваша суббота сенечка у меня сходила в магазин сейчас она встречается с друзьями поедет встречаться какой ей подарили букет вчера щас я вам покажу боже сейчас я припру чтоб камеру не поворачивать смотрите какая роза посмотрите какой бутон свет наверное камера не передаст бордо свет бордо аромат это что как я люблю букеты как я люблю цветы с мальчиком она занималась баскетболом еще там 7 8 класс и потом он уехал в другой город а сейчас приехал сюда по делам и они списались так то они на просторах интернета всегда общаются и вот они вчера сходили покушать выпить кофе и вот он ей сколько лет они не виделись подарил такой букет представляет смотрите смотрите на и трос молодец хорошо мама мальчика молодец вам все зависит от мамы как мама воспитывает мальчика молодец мальчика сейчас завалила себе вот такой черный чай со вкусом и ароматом чернослива очень вкусно так но мы поехали с вами дальше что я сегодня делала чем я сегодня занималась дом как мне натали пишет хозяюшка да конечно натали хозяюшка вы же сами знаете с одного начнешь потом не закончишь раньше я пробовала брать домработницу много лет назад но нет это не мое и не про меня я не могу я все равно хожу потом смотрю там податру там податру нет мне легче все убрать самой но девчонки естественно мне помогает но у моих девочек тоже такая занятость стоя на что там особо нет домработница это не могу сейчас это очень все доступно и по деньгам и все но нет я буду использовать филе фирмы благояр ксеничка купила но все не буду конечно чуть-чуть возьмем отсюда остальное заморозил большой лоток на кило семьсот кренечка зима свежемороженое идеальное 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 промываем я промываю всегда не видно сейчас я тоже чуть чуть поближе встану в общем нарезаем вот так вдоль я разрезаю вдоль накапываю любое филе я режу вдоль толстенькая но не толстенькая я по три части не режу я режу пополам крупненькая филюшечка вот и у нас получается я не могу без этого свет понимаете ребят работать не могу поэтому я лучше буду камеру опускать и показывать сейчас что показывать пока пока я режу вдоль вот таким образом вот так что дела домашние они нескончаемые нам столько выносить коробок мы сложили нашу елку в коробку из-под беговой дорожки она туда уместилась идеально теперь нам нужно купить скотч завтра куплю скотч еще одну нанести завтра куплю скотчем и замотаем эту коробку и отнесем в подвал у нас есть подвал здесь в доме сухой подвал там песочек он не мог ничего завтра будем этим заниматься и еще завтра хочу поехать купить кастрюлю в горошек красный год загорелась не знаю почему убедила в инстаграме у девочки как это красиво смотрится какой-то прям наливает как в детстве хочу такой небольшой кастрюль по подсумчик купить очень хочу так это подносим сейчас мы с вами будем чистить а это я сложу фигуршечку завтра буду варить супчик может быть если доедят уже если не доедят не буду варить с ленивыми пельменями очень быстро делается насечку нечего делать с картошечкой но он очень вкусный мы разрезали вдоль три филе и вот эти кусочки которые остаются два филе у меня осталось я уберу в бразилку так что мы делаем первое мы с вами должны чуточку его отбить филе шичку мы с вами отбиваем а где мой молоточек сейчас ребята я найду свой молоточек пока найдешь вот такой у меня молоточек савдемовский 100 летний не знает куда маме что я отбиваю прям чуток прям чуток 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 телешечка в духовке очень быстро приготовиться поэтому смысл ее сильно отбивать до этого до состояния марлечки знаете не хочется уже волокна пробитые штук чуток крупные филюшки вот эти вот вот так чуточку так все все отбили все отбили это мы курочки так это отбили это сделали теперь мы должны с вами порезать перчик ну естественно все у нас с вами разлетелось по распродаже брала в перекрестке три перчика светофора они называются с маленький ножичек вычистим это беленькие вот эти белые не люблю они попадаются на полосочки можно еще тоньше их резать вот одного перчика хватит достаточно вот может потом еще я напополам порежу сейчас посмотрю как уложу на просто и все это чуть-чуть здесь такие вот тоненькие кусочки у нас получится с вами берем тарелочку складываем туда перчик перчик сложили сочный перец режем помидорки они у меня мытые попку не срезаем пойдет из поп попку срезаешь сок потекает ну кто как я не срезаю тоже сочные помидоры тоже сочные помидоры два таких маленьких помидорочки хватит и у нас остается с вами лучок чесночок немножечко сейчас мы почистим с вами лучок средненький даже ближе к маленькому так и польцами тоненькими лук у меня посудомойка стирает шумит вот эти остатки мне не нужны они мне не пригодятся даже никуда вот тоненькими колечками у нас лук так что сейчас мы делаем а еще чеснок сейчас ребята сейчас мы с вами нарежем еще чесночка вечно моя рука сейчас уже чем показывать так мы режем чесночок мелкий не люблю такой ксенечка купила но надо его использовать долго очень чистить муторно я люблю большие такие зубчики зубчики еще не упал завтра поеду куплю кастрюлю так хочу кастрюлю сегодня горошек может у кого то есть у вас девчон я сегодня нужно постирать видите какой он мелкий бывает еще чеснок такой который не злой его же штаб не угадаешь опробовочки я не хочу поэтому я побольше сделаю чеснока хочу здесь как будто бы два как будто бы две крупных головки получится сейчас сразу его в курочку мы сделаем пришло алиночки на эгг все шикарно все отлично никаких нарушений просто из-за возраста но во вторник мы едем все равно на узи еще так для себя так берем чеснокодавку и прям в курочку сразу мы удалим чесночок его немного если он не злой так он еле-еле будет чувствоваться так сразу надо вымыть чеснокодавку потому что я не оставляю никогда засыхает я не люблю потом надо замачивать потом так где моя здесь была зубочистка так подождите ребята возьму зубочистку как у нас потеплело господи хоть дышать можно от этого холода ой прошу прощения устали уже от этого холода так я вот туда в лампочку дышать 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 сыр не начало ну сейчас натрем солим перчим мои любимые приправки у нас здесь около дома открыли магнит косметика сестра сейчас звонила мне сказала моему шесту нет предела я много что беру магнит косметика глянь перец что ли приправки ваши любименькие теперь мы должны натереть сыр но мы с вами сыр натрем прямо сейчас сразу в эту мясу лугуни остаточек солугуни без гмо 100 процентов республика адыге коши хаббльский сыр завод ну коши хаббльский мне кажется это даже будет много вот такая у меня темка и мы прям сразу сюда трем кусочек грамм на 70 здесь сейчас посмотрю я сейчас посмотрю если будет много я весь стереть не буду нам он нужен для вкуса для вкуса но я сразу делась сверху не буду посыпать чтобы такая шуба была сразу не мы сделаем так туда чуть-чуть для вкуса но половина наверное очень терка мелкая сыра будет достаточно для вкуса все достаточно вполне достаточно самые лучшие губки в мире с экспрессом это уже тоже про меня известный факт все ребята самая главная работа сделала берем махиев я беру ядреный вы любой можете майонез сметану что угодно взять туда добавляем хватит и размешиваем я ребят размешиваю руками мне так удобно понимаете я тогда все промазываю я знаю что многие хозяюшки тоже делают руками ну конечно на видео вот так вот сделать ложечкой а потом выключить камеру и уже сделали ложечкой но это не мой вариант можно было взять конечно перчатки но это резина у меня руки чистые вон она должна быть промазана каждая перца соль специи всей сырочка конечно чесночком здесь это только руками чтобы все было ой хрен запах хрена это вообще мы с вами возьмем противень все намешали намешали берем противень нам это не пригодится у меня запись то идет пригодится не пригодится берем противень на одну часть на одну половину так масло боржу с конечно же моим боржу с чесноком ну что ты не закручиваешь разравниваем маслечко масло не жалейте но и не переливайте овощи все равно в себя возьмут масло потому что духовочка будет и собственной сок и масло будет вкусно оно оливковое не растительное не топленое выкладываем курочку на одну часть плотно-плотно друг другу это маленькие кусочки плотно друг другу вот у нас получилось половина противня половина противня вот так прям раз и разровняли плотненько видите как мы с вами это мы с вами это я так называю сразу чтобы пока замачивалась и уже живу там расщеплен так что мы делаем лук разъединяем кольца колечко и распределяем по нашему шикарному мяску нет еще тоненький у нас лучок у нас уже все посолено лук перчик сырочек у нас уже в курочке вы помните мы сверху не будем делать этого перчик у меня упал попробуйте так вот сразу сыр добавить мясо намного вкуснее ну не то что намного вкус нежнее просто помидорочка тоже у нас пойдет для вкуса она же сок дает поэтому и кислинку дает для много не надо для водянистости сейчас еще овощи мороженое дадут нам этот сок так с этим мы справились теперь мы достаем мороженые овощи те кто то у которых какие есть в моем случае это будет спаржа это будет баклажаный бочок в смысл я выкладываю пальца чуть-чуть Еще у меня есть одна открытая спаржечка, там чуть-чуть, там чуть-чуть этой спаржи. У меня спаржа, что? Вологодская ягода. И то мы уже выбросим, конечно. Неправильно замерзл в том холодильнике еще. Надо было мне ее на минуточку вынуть, не подумала. Положим ее вот сюда с краю, а вот сюда побольше. Так, и чуток у нас получится баклажанчик. Да что уж такое. Правильно заморозили. Ну это холодильник у меня уже тот такой был. Здесь уже грешить не наковано. Положим так, они разъединятся, пусть дадут в любом случае. Так. И что у меня тут? Давайте соберем которые кабачки. Сейчас они сколько дадут, знаете сколько. Ну вот так хватит, чтобы не было перебора. Вот так хватит. Чуть-чуть побью. Когда буду следующее что-то готовить, на минуточку выну. Чтобы отошли. Ой, а здесь у меня спаржи. Мы в длинном пакете. Так, пакет в мусорку. Посудойка достирает. Что солим нашей черной солью. Чуть-чуть овощи. Вот так. все ничем ничем мы не накрываем не фольгой и чем-то другим просто так ставим в духовку если что я не мы берем всю нашу красоту на нижний режим меняем режим 200 180 градусов 40 минут все уже пальчики оближешь готов сейчас будет такой аромат по квартире что захочешь не захочешь будешь есть это сто процентов по постиралась машиночка моя все в свет все в тему мои любимые я всем желаю шикарного семейного теплого вкусного субботнего ужина пусть все у вас проходит так как вы хотите в субботу я всех люблю всех целую подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчик я рада каждому из вас пишите девчонки что вы готовили на ужин смотрите что я готовлю по мере надобности да не так часто как хотелось бы но я не снимаю два раза то что я уже показывала поэтому когда я делаю плов я его уже не снимаю когда я делаю там какие-то еще блюда которые у меня уже есть на канале я их просто не снимаю всех люблю всех целую до завтра